Череду праздничных программ ко дню города в пятницу вечером в амфитеатре на склоне площади Славы откроет фестиваль джазовой музыки, хедлайнером которого станет оркестр Игоря Бутмана из Москвы, а в качестве ведущего выступит историк джаза Кирилл Машков. Концерт «Самара Open Jazz» состоится 11 сентября, начало в 17.00. Первыми на сцену выйдут самарские джаз-бенды. Долгий период самоизоляции пошел музыкантам на пользу, они готовы подарить самарцам самые яркие эмоции. Будут замечательные артисты ЛРК-трио, которые выступали в прошлом году, будет наша землячка Алла Рид, будет народный артист Российской Федерации Игорь Михайлович Бутман с московским джазовым оркестром, выступят и наши коллективы, это квартет Григория Файна, выступят преподаватели джазовой студии движения совместно с Фернандо с бендом. То есть программа будет насыщенная. Организовано это будет на самом высоком уровне с точки зрения безопасности, с точки зрения здравоохранения. Будет у нас свободный вход в концерт будет с 5 часов вечера до 9 часов вечера. В субботу, 12 сентября в 17.00 на площадке амфитеатра открытие фестиваля «Шостакович. Самарское время» с участием народного артиста России Сергея Безрукова и пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. В воскресенье Меломанов ждет концерт группы «Синяя птица» и «Самарский КВН», который с триумфом вышел на сцену после карантина. В регионе разыграли кубы губернатора, а сейчас КВНщики готовят новую программу. В день города в Самаре пройдет масштабное выступление. Хорошее настроение всем любителям жанра веселых и находчивых гарантировано. Начало 13 сентября в 16.00 на склоне площади Славы. КВНщики, представители всех лиг будут участвовать в этом мероприятии. И дивизионы школьников, периодически со всеми ограничениями, и студенты официальной лиги Самары, и Лига трудовой молодежи, и Лига молодой специалист. Постараемся показать всех. Интересная программа будет. Также еще будет дистанционный розыгрыш призов и подарков от движения «Самарское КВН». Концерт Самарского клуба веселых и находчивых пройдет в режиме соблюдения мер безопасности. Перед началом вся территория будет продезинфицирована, даже микрофоны для артистов и сидений для зрителей. Самарская набережная в воскресенье превратится в выставочную площадку. Будет работать ярмарка сувениров, сделана в Самаре. На творческих площадках пройдут концерты участников проекта «Культурное сердце России». Особое внимание книголюбам. Самарская областная универсальная научная библиотека начинает новую традицию. Фестиваль «Время читать». Мы, жителям нашей губернии, хотели бы дать возможность познакомиться с книжными новинками, познакомиться с писателями. И вот такую возможность нам даст День города, в рамках которого такой книжный фестиваль и пройдет. Мы хотим, чтобы был еще один фестиваль, но связанный с книгами, с интеллектуальным досугом. И проходил он каждый год именно в сентябре. И можно приобрести книги по ценам издательств, познакомиться с современными писателями, пройти какие-нибудь интеллектуальные книжные мастер-классы. По словам организаторов, это будет один из самых зрелищных праздников День города – подарок жителям и гостям Самары. При этом всем участникам важно помнить о социальном дистанцировании и соблюдении масочного режима. Олег Зверев, Константин Головин. События. Продолжение следует...